Минфин предложил привязывать ОСАГО не к машине, а к водителю. Так, получив страховой полис на авто определенной категории, водитель будет застрахован за рулем любой машины с идентичными характеристиками. Главное, что изменится, это цена. Если проект примут, она будет зависеть от стажа вождения и водительской компетенции. То есть число аварий будет ограничено лишь теми, в которых автомобилист был виноват сам. Примерно такое же предложение внес глава федеральной антимонопольной службы немногим ранее. Если будет введен полис страхования водителя, а не владельца транспортного средства, то это даст мне в будущем возможность, допустим, имея этот полис, в границах любой территории субъекта Российской Федерации, этим полисом отвечать за манеру вождения. Тем временем, пока характеристики авто все еще являются решающими, страховые компании воспринимают их как повод и вовсе оставить водителей без полисов. Я думаю, смысла особого не имеет называть страховые компании, поскольку алгоритм действий примерно такой. В одной отказали, что автомобиль старше третьего года. Во второй сказали, нестрахуем автомобили мощностью меньше 151 лошадиной силы, поскольку там более высокие ставки уже идут. Именно поэтому Минфин уже готовится к серьезным противоречиям с представителями страхового рынка. Вносимые на обсуждение поправки призваны в том числе снизить цены. А этого страховщики явно хотят меньше всего. Они и так постоянно жалуются на убыточность автогражданки. Предвосхищая все недовольства, министерство заявило, настаивать на страховом перевороте не будем. Галина Соболева, Александр Лупсанов, Первая альтернативная.